Бусин, ну выходи. Что ты рычаешь? Не хочешь позировать? Иди выходи. Государственный инспектор Артур Мурзаханов подобрал Соболя бусинку на святом месте, бурхане буртуй. Из-за зимней бескормницы она была слабенькой и шла к людям в поисках пищи. Она слишком привыкла к человеку, практически корм уже чуть не из рук брала. Вот на буртуй, где народ останавливается, на бурхане оставляет еду. Ну там что-то. И мы боялись, что не все же хорошие люди любят пофотографировать, полюбоваться. Кто-то мог просто-напросто убить ее. Бусинка прожила в вольере чуть больше месяца. Для нее были созданы все условия, а инспекторы провели наблюдение за пушистым зверяком. На кормушки положили кедровые орешки. К сожалению, я не знал, что Соболи орешки щелкают. То есть ядрышки вытаскивают. Я думал, сначала так же просто съедают вместе со рукой. Оказывается, нет. Они точно так же, как птицы, расщелкиваются и дают ядрышки. Допустим, мне очень интересно было, что из мясного почти не притрагиваются. Предпочитают рыбу. Предпочитают сливочное масло, сметану. То есть вроде же в природе сметаны молочного нет, но тем не менее им это предпочтительное. Все наблюдения инспекторы записывали в дневник. Бусинка оказалась с характером, да еще и любительницей погреться на солнышке. Хотя считается, что Соболь – хищник ночной. Во время нашего приезда Бусинка решила не выходить из укрытия, а лишь наблюдала со стороны. Рябина не пришлась по вкусу. Тоже за Соболем раньше наблюдал. Вот урожайные годы, когда на рябину урожай, на черемах урожай бывает, для охотников это бедствие. То есть охотники промысловики живут же именно промыслом. Бедствие тем, что на капканы не идет, на приманки никакие не идет, кормится только рябиной. А в неурожайные годы на рябину, то есть мы специально выкладывали и клюх, и бруснику, и рябину, то есть внимания никакого не обращают. То есть такая природная цикличность. Если Соболь перешел на один корм, он будет питаться им. Остальное ему уже не нужно. Бусинка окрепла, и пришло время ее отпускать на волю. Теперь ей ничего не угрожает. Это уже второй зверек, которого спасли сотрудники заповедного Подлиморья в этом сезоне. Надежда Хлыстова, Алексей Ионов, Новости дня.